Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но еще одна история, которая вот буквально прогремела сразу после Нового Года. Касается она детей, поэтому невозможно просто пройти мимо. Я об этом когда прочитал, мне прислали в инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркиваем единичка в латинице, на русском Будда Гришна, здесь российских флага. Но это просто какая-то фантастика, я сначала даже не поверил. Думаю, какая-то утка или какая-то замануха может быть или что-то еще. Нет, действительно, правда, так случилось. Но, вы знаете, это действительно вызывает оторопь, потому что когда взрослые люди дарят, я о программе «Модный приговор», вдумайтесь на секундочку, программа «Модный приговор» подарила онкобольным детям в онкоцентре пустые коробки на Новый Год. Пустые коробки. Волонтер в шоке, все в шоке, попытались сначала спихнуть на то, что подарки украли, вообще сначала на Деда Мороза и так далее. Волонтер снимали, кстати говоря, это все на видео для того, чтобы вставить, так сказать, в итоговую программу новогоднюю, что они ездили, подарили и так далее. Но когда волонтер поняли, пойдет до конца, эти кадры не стали интегрировать в финальную передачу предновогоднюю. Это что такое вообще? Это как может быть? Знаете, я вот сейчас читал абсолютно беспристрастно, абсолютно не думаю о том, что вот какие, так сказать, плохие люди. Думаю, ну может какая-то техническая ошибка произошла, может быть еще что-то. Но когда она происходит, в общем-то, достойные люди, порядочные люди, что делают? Они просто извиняются и говорят, вы знаете, действительно так вышло, это техническая неполадка, накладка и так далее. Извинения уже принесены, но волонтеры уже купили подарки деткам на свои деньги. Вы понимаете, дело в том, что поначалу пытались-то свалить, поначалу-то пытались сказать, что не мы виноваты. Вот в чем дело. Если бы сразу сказали, техническая накладка, что-то пошло не так. Кто-то вот, кто, есть человеческий фактор, кто-то, кто должен был, не проконтролировал, кто должен был закупить, не сделал и так далее. Бывает всякое. Я думаю, что люди бы все поняли. Но вы понимаете, это же дети. И нужно в погоне за рейтингом, в погоне за тем, что... Вы знаете, когда громко кричат о добрых делах, когда некоторые личности кричали на всю страну, что они собирают деньги для больных детей и так далее. Меня всегда это так смущает, потому что есть хорошая фраза «Сделал доброе дело и бросил его в воду». Понимаете? Потому что вот здесь хотели громко прокричать. Ну что прокричали? Прокричали. А позорились. Ну просто позорище. Ну, понимаете, для детей передарить нет такого понятия. Для детей подарок – это сказка. Онкобольные дети – это детки, которые в силу обстоятельств, в силу того, что... Ну вот так случилось в их жизни. Они с детства знают не сказку, а с детства знают боль, слезы мамы, папы, тревогу, страх. И они очень-очень чутко реагируют на вот такие вещи, связанные с моментами сказки в своей жизни. И как можно было этот момент сказки превратить, ну опять-таки, просто в боль. Но это же просто уму непостижимо. Понимаете, когда программы, которые выходят на федеральных телеканалах, просто-напросто в погоне за рейтингами, нужно было отснять. Понимаете, насколько я понимаю. Нужно было отснять, чтобы показать. Неужели у вас там нет денег? Что вы делаете? Это же ужасно. Послушайте, друзья. Модный приговор подарил больным детям пустые коробки. Продюсер модного приговора извинился за подарки для онкобольных детей. Дети в больнице онкологического центра имени Блохина получили в подарки пустые коробки по ошибке, заявил продюсер модного приговора Илья Кривицкий. Не бывает такой ошибки с детьми. Не бывает. Даже если вы им потом пошлете в 10 раз больше. Это уже все. Он принес извинения и заявил, что расстроен произошедшим. Настоящие подарки будут переданы 3 января. При этом волонтеры заявили, что уже купили детям презенты за свой счет. О чем идет речь? Какие подарки будут переданы 3 января? У детей Новый год, Дед Мороз, сказка. Нет, я понимаю, что на телевидении уже все настолько одеревенели, что, наверное, не знают, что такое ребенок, сказка, Дед Мороз, Дед Мороз, чудо. Ну, какое 3 января? Съемочная группа телепередачи Модный приговор приехала поздравлять пациентов российского онкологического научного центра имени Блохина с подарками пустышками. Об этом в инстаграм заявила волонтер Виктория Бирюкова. По ее словам, после участия в выпуске Модного приговора на первом ей предложили передать от программы подарки онкобольным детям на Новый Год. Друзья, ну это же просто вообще, это вдуматься, это даже ну в фильме не поверишь, ну что в жизни это может случиться. Волонтеры начали готовиться к празднику, организовав за свои средства аппаратуру и музыку для артистов, то есть от модного приговора приедут люди. После поздравительной речи приехавших в больницу Деда Мороза со Снегурочкой детям передали 4 мешка подарков, но оказалось, что коробки у них пустые. Вы можете представить, приезжает Дед Мороз, Снегурочка в онкологический центр. Дети измученные борьбой видят Деда Мороза и Снегурочку и на секунду, на мгновение какое-то забывают о том, что с ними происходит. И открывают эти мешки, они видят эти коробки красочные, думая, что там какие-то... Вспомните себя детьми. Этот элемент чуда, когда кажется, что вот сейчас что-то произойдет невозможно, невообразимое, что бывает раз в году, и там ничего нет. Там пусто. Модный приговор показал реалии нашей современной жизни и нашего современного телевидения. Красивая коробка, а внутри пустота. Это отражение и нашей эстрады, это отражение и большинства нашей молодежи, которая слушает соответствующую музыку, но не читает ничего. Это отражение очень большого количества наших молодых девочек, которые выкладывают фотографии в Инстаграм, у которых роль купальника это прикрыть соски и все. Красивая коробка, а внутри пустота. И, конечно же, нашего телевидения, которое представляет как-никак программу «Модный приговор». Детям модный приговор не подарил подарки, а преподал урок в таком возрасте, когда они не должны этого знать, а по идее взрослые должны сделать все, чтобы коробка была может быть не такая красивая, а вот наполнение, я уже говорю о нашей жизни и телевидении, было превосходным, чтобы дети жили в таком мире. Но, коли они живут в другом мире, где коробка красива, но пуста, ну, хоть дайте вы ему знать это чуть поведнее, что же вы творите-то? Каково же было мое удивление, точнее сказать, шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок без подарков детям, много разных наборов коробок, сложных по принципу матрешки, одна в другую, и все, заявила Бирюкова. Друзья, может быть, кто-то слышал уже об этой истории, бежите, пожалуйста, по вашей комментарии, кто впервые слышит, тоже интересно ваше мнение. Но, мне кажется, здесь одно мнение у всех здравомыслящих людей может быть, это касается детей. По ее словам, это бесчеловечно по отношению к больным детям, которые сражаются за свою жизнь, и я с ней полностью согласен. Она добавила, что сначала продюсеры модного приговора не извинились, заявили о краже подарков и подготовке заявления в полицию. Вот в чем дело. Они же сразу не извинились, если бы сказали, что да, вот вы знаете, и так далее. Ну, на секундочку, я вспомню ту историю, когда Васильев, ведущий модного приговора, он, по-моему, ведущий с поправками, если я ошибаюсь, отказался помогать больному ребенку. Помните эту историю? Наберите на Яндексе, может быть, прочитаете. В разговоре с газетой .ру Бирюкова заявила, что добровольцы решили не оставлять без подарков детей, купив их на свои деньги. Люди, как я говорил, огромное количество наших сограждан с большим, добрым сердцем. Купили просто на свои деньги и все. От представителей передачи они ждали просто извинений. Им не нужны этим людям рейтинги. Им не нужны огромные деньги от рекламы во время передачи. Им не нужны наряды этого приговора модного. Просто хотелось сделать детей на мгновение, чтобы дети поверили в чудо и забыли о своей болезни. Я хочу, чтобы они просто извинились перед родителями. Что касаемо подарков, очень большой отклик. люди писали вообще отовсюду. У меня и друзья деньги дали ночью. То есть мы уже обговорили, было решено на те деньги, что мы собрали купить шесть настольных аэрохоккеев и шесть настольных футболов. Рассказывает Виктория Бирюкова. Я, Виктория Бирюкова, перед вами преклоняюсь просто, потому что вы человек, который придал огласке всю эту историю. Это урок нам всем. Она добавила, что представители передачи даже обвинили игравшего Деда Мороза, актера, в том, что он дел куда-то подарки. Представляете? Во время представления отметила волонтер представление. Оператор вел съемку для модного приговора. Однако ни одна запись не вошла в итоговую программу. Мы ждали программу 30 декабря. Они вели съемку, чтобы показать, как они привезли подарки. Но, видимо, они поняли, что я не остановлюсь. И они поняли, что лучше этого не показывать. Программа вышла, на наших роликов не было ни одного. Ну, представляете, они бы показали, как они дарят подарки. И потом бы эти кадры разошлись, что там коробки пустые. Ну, конечно, они не стали показывать. Конечно, они уже понимали, что это их ошибка. И пытались свалить все на Деда Мороза. Какой ужас! Сначала про передачу Малахова. Теперь модный приговор. У нас деградация не только общества. У нас, в первую очередь, деградация телевидения идет. В советское время, если бы такое произошло, не программ... Господи, в советское время программ бы таких не было. Но если представить, никто бы не работал больше на телевидении с этих людей. Никогда. Улицы вы подметали. Мы же... Значит, продюсер модного приговора, гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий рассказал телеграм-каналу «Подъем», что дети получили пустые коробки по ошибке. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков так, чтобы хватило на всех, объяснил Кривицкий. То есть, видимо, они в какой-то момент поняли, что не 30 подарков надо, а 300. Я предполагаю так. И коробки оказались вообще пусты. Он также принес от лица компании извинения, заявил, что лично очень расстроен в случившемся. По словам продюсера, подарки передадут детям 3 января. Ну, потому что шумиха пошла. Как тут уже не передать? А если бы шумихи не было? Шумихи бы не было, если бы волонтер не начала шуметь. Представители первого канала, где выходят передачи, заявили о начале проверки истории с пустыми подарками. Первый канал стал проверять красный квадрат, который производит программу модный приговор для первого канала. Недавно голос вроде проверяли, Может, на первом канале все-таки не так все нормально, как вроде... Там, по-моему, все программы надо проверить. Мне так первый канал заявил о начале проверки. Голос дети, вспомните? Голос дети. Теперь здесь. онкобольные дети. Положение дел судят по отношению к детям и к старикам. Вот и все. Обожрались деньгами, как называется. Обожрались просто уже. Забыли о том, что такое детство и что такое праздник и чудо. зажрались уже этим баблом своим. Первый канал не имел отношения к этой акции. Узнал о ней из прессы. Акция была проведена производителем модного приговора компании Красный Квадрат. Сейчас канал разбирается в ситуации и говорится в заявлении телеканала. Позор! Позор! И еще раз позор! И огромное спасибо волонтерам и всем тем людям небезразличным, которым небезразлична точнее судьба и детей и которые понимают что такое. Это просто вот слов нет, друзья. Пишите просто ваши комментарии. Но я считаю, что мы должны об этом говорить. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live и Инстаграм Будда Гришна нижнее подчеркивание единичка на латинице на русском Будда Гришна три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи.